Есть несколько основных факторов набора мощной массы. Среди них как очевидные, типа положительного энергетического баланса, достаточного потребления белка и прогресса в рабочих весах, так и довольно спорных, типа периодизации программы тренировок или набора конкретных упражнений. Но сегодня мы окончательно разберемся в этих вопросах и рассмотрим не только практические опыт, но и научные данные. Когда я только начинал заниматься, один очень грамотный опытный спортсмен сказал мне «Запомни, работает не какая-то конкретная программа тренировок, а чередование этих программ». Сейчас я бы еще добавил чередование программ и прогресс в рабочих весах. При этом прогресс не в одном повторении, а скорее повторение в десяти. Но если прогресс в рабочих весах и его наличие для набора массы ни у кого не вызывает вопросов, то по периодизации у многих есть сомнения, якобы она не обязательно. На самом деле и практические опыты научные данные показывают обратное. На сегодняшний день проведено несколько исследований, которые показывают эффективность периодизации. Например, исследование, проведенное в США Департаментом физической культуры. Ссылку на него вы найдете в описании к ролику. В результате эксперимента стало ясно, что чередование разного количества повторений позволяет набирать массу быстрее, чем если работать только в одном диапазоне повторений. А другое исследование показывает, что чередование разных упражнений работает лучше, чем выполнение одних и тех же движений на каждой тренировке. Другими словами, если вы выполнили жим лёжа, затем разведение гантель лёжа и отжимания на брусьях, это будет лучше, чем только жим лёжа, но в большом количестве подходов. Объясняется это просто. Разные упражнения на одну и ту же мышечную группу, хоть и включают в работу одни и те же мышцы, но в разных пропорциях. В одних больше работают одни участки, в других другие. И это позволяет развивать мышцы более комплексно. Если собрать воедино все эти научные данные, то становится ясно, что и чередование упражнений, и количество повторений способствует большему прогрессу в наборе мышечной массы. При этом в исследованиях даже не было фактора прогресса в рабочих весах. То есть само по себе чередование способствует увеличению мышечного объёма. И практика это также доказывает. Но есть определённая группа людей, которые считают, что работает, например, только 15-20 повторений. Или наоборот, только большое количество повторений в диапазоне 2-6. И те, и другие часто не видят смысла в чередовании количества повторений. Типа, а зачем чередовать то, что работает с тем, что не работает? Логика везде примерно такая. Хотя вполне очевидно, что и высокое количество повторений в диапазоне 15-20, и низкое в диапазоне 4-6 растят сухое мышечное волокно. Простой эксперимент. Возьмём парня, который жмёт 100 кг на 2 повторения, и постоянно занимается в силовом стиле на 3-6 повторений. Меняем ему программу примерно на полгода, и работаем на 10-15 повторений. Предположим, его стартовый результат будет 70 кг на 10 повторений, при условии, что он жмёт сотку на пару раз. И если этот парень будет условно правильно тренироваться на 10-15 повторений, и через полгода спрогрессирует с 70 кг на 10 до 80 кг на 10, то гарантированно вырастет и его результат на 2 повторения. И жать на пару раз он уже будет не 100, а 105 или даже больше. И это факт. Выходит, что более высокое количество повторений создало дополнительные сократительные структуры, так же, как и небольшое количество повторений. Но у высокого количества повторений есть свои преимущества. Более высокие запасы гликогена, например. Тогда как у низкого количества повторений это укрепление суставов и связок. Таким образом, чередуя разные программы тренировок, с разным набором упражнений и количеством повторений, вы имеете значительное преимущество в наборе мышечной массы. И это доказано не только научно, но и на практике. Ссылки на все мои программы тренировок, информацию о спортивных добавках и мой телеграм-канал вы найдете в описании к этому ролику. А с вами был Александр Добромиль. Пока!